утренний эфир телеканала беларусь 4 гомель продолжается как всегда новый день встречаем вместе с программой утренний фреш меня зовут александр лупиненко я расскажу о культурных музыкальных и других событиях гомеля а также познакомлю с разными интересными фактами сегодня на территории гомельской области прогнозируется сплошная облачность возможен мокрый снег днем температура воздуха будет колебаться в пределах нуля ветер южного направления скоростью до 6 метров в секунду в рамках проекта под названием уютный вечер картинная галерея гаврила ващенко приглашает на очередную встречу участникам предлагается поговорить на тему тайны знаменитых картин 2 речь пойдет об интересных случаях связанных с известными картинами и их авторами это мероприятие для тех кто интересуется изобразительным искусством истории жизни художников и их произведений никого не оставят равнодушным приходите в галерею 7 февраля начало 18 00 в музее истории города гомеля откроется выставка современной каллиграфии и леттеринга на ней будут представлены работы двух дизайнеров по современной каллиграфии леттерингу а также блок прикладной каллиграфии авторы елена григорьева и мила романова открытие 8 февраля в 15 00 а в тот же день часом позже будет проведен мастер-класс по каллиграфии каждый желающий может создать уникальную валентинку своими руками для гомельчан доступна выставка работ международных живописных пленеров посвященных академику станиславу жуковскому в экспозиции картины написанные художниками во время пленеров они позволят посетителям совершить путешествие по живописным уголкам желающие сделать это могут отправиться во дворец румянцевых и паскевичей очарование природы белорусского края передает открывшаяся в гомеле выставка краски моей земли на полотнах художников которые можно увидеть в российском центре науки и культуры отразились самые живописные уголки октябрьского района там в летние месяцы проходил арт-пленер результатом которого стала экспозиция живописи полюбоваться работами воспевающими красоту гомельщины можно до 23 февраля вход свободный в музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием воспоминания о лете на ней графика дарьи чубрик и роспись по ткани александры звягиной внимание у посетителей библиотеки имени герцена художницы представили работы на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи желающих познакомиться с воспоминаниями о лете ждут в музее автографа гомельский областной драматический театр готовит премьеру комедия под названием боинг 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 молодой ловелас придумал беспроигрышную комбинацию у него сразу три подруги стюардессы не имеющие представления о существовании друг друга одна взлетает другая приземляется пока третья находится рядом но в один день налаженный механизм дает сбой герой попадает в безвыходное положение но пытается выкрутиться оказываясь тем самым в новых смешных ситуациях примерные показы в гомельском областном драматическом театре запланированы на 29 февраля 1 и 7 марта далее немного музыки гомельский государственный колледж искусств имени соколовского приглашает проникнуться атмосферой лирики и романтики и насладиться вокалом 4 февраля любителей классики порадует музыкальная программа сокровищница мировой оперы артисты исполнят самые известные оперные арии уже несколько лет такие концерты собирают полные залы и завоевывают сердца гомельчан и гости нашего города для всех влюбленных артисты гомельской областной филармонии готовят концерт под названием обыкновенное чудо песня любви прозвучат 14 февраля со сцены белой гостиной романтичные песни и незабываемые хиты исполнят константин горошка и александр пономаренко концерт обещает стать не только красивым праздником но и замечательным подарком дарите близким счастливые мгновения а вместе с ними отличное настроение и яркие впечатления артисты оркестра имени василевского снова порадуют поклонников рока для них готовится очередной музыкальный подарок 29 февраля в рамках программы in rock style прозвучат хиты проверенные временем утились впечатления зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд песни которые прозвучат в этот день со сцены многие знают наизусть поэтому вполне вероятно что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором место встречи общественно-культурный центр самый юный путешественник двухлетний мальчик попал в книгу рекордов россии посетив 11 стран всего за один месяц конечно малыш путешествовал не один а вместе с родителями но сам факт впечатляет для того чтобы юный рекордсмен запомнил яркие впечатления его фотографировали на фоне мировых достопримечательностей в разных странах мальчику покупалась и местная одежда и теперь он может похвастаться самым большим гардеробом на любой вкус и свет останавливаться на достигнутом семья не планирует у родителей маленького путешественника уже разработан маршрут следующего путешествия они надеются что в будущем их имена попадут в книгу рекордов европы и даже гиннеса в британском зоопарке на свет появился детеныш восточного черного носорога этот редкий вид находится под угрозой исчезновения рождение этого малыша большое событие вид на территории уэльса это произошло впервые малыш уже через пару часов после рождения встал на ноги теперь следует за мамой везде имя маленькому носорогу пока не выбрали специально для этого планируется провести голосование одну тысяча двести семьдесят пять долларов столько стоит один килограмм сыра поле что же необходимо для получения самого дорогого сыра в мире для начала какое-нибудь экологически чистое место типа сербского заповедника недалеко от белграда далее коровы не сгодится подойдет только ослица старинной балканской породы которая дает всего до двух литров молока в день это совсем немного если учесть что для изготовления одного килограмма сыра понадобится 25 литров с такими надоями промышленный масштаб производства невозможен и если соблюдены все условия то при желании и конечно возможности можно позволить себе полакомиться одним из самых дорогих сыров в мире вы когда-нибудь задавались вопросом почему наши домашние питомцы крутятся перед тем как лечь спать специалисты утверждают корни этого поведения уходят во времена когда эти животные еще были дикими когда-то им приходилось выполнять такие действия чтобы подготовить свое спальное место они специально мяли землю листву ветки чтобы на них можно было комфортно лечь выходит крутится это природное что и проявляется у домашних животных а вот кошки таким образом еще выбирают и наиболее безопасное место программа добрый вечер гомель это разговор на актуальная тема рассказ о ярких событиях из жизни гомеля и гомельской области интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпании гомель сегодня вечером смотрите новый выпуск а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе вконтакте включайте телеканал беларусь 4 в 20 25 это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана звоните к нам студию делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах по понедельникам нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы диалог это руководители управления и комитета в гомельского область полкома предприятий и организаций открытый разговор помогает решить волнующие проблемы включайте телеканал беларусь 4 гомель в понедельник в 19 часов 20 минут номер телефона прямого эфира в гомеле 34 00 43 новый день с вами встречали утренний фреш и я александр лупиненко сегодня пятница а это значит что впереди выходные пусть они пройдут познавательно ну а рабочий день будет продуктивным а